Ну, порой бывает, человек перестает ходить куда-то, к примеру, в кафе, в ресторан на бизнес-ланч и сокращает свои расходы. Да, не с чем, потому что элементарно. Ну, непростая просто жизненная ситуация. Сейчас у многих штормит, и мы будем называть вещи своими именами, и поэтому приходится иногда утягивать пояса, да, потуже, как-то менять статьи расходов и прочее. А если у человека кредит, да, и у него чуть меньше сейчас возможности его выплачивать, надо подпрятаться от кредиторов или что-то попробовать решить? Точно знает ответы на этот вопрос наш сегодняшний гость. Все свои. Важно слушать. Нужно знать. Все ситуации, друзья, решаемы. Даже если кредит у вас есть, пока выплачивать нечем, поговаривают, существует как минимум четыре инструмента, чтобы выполнение обязательств своих перед банком обеспечить. Давайте разбираться. Давайте про них подробно поговорим. С нами на связи Никита Беушев, руководитель отдела продуктового менеджмента компании Limezyme. И вот Никита все подробно по полочкам нам сейчас расскажет. Никита, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, хотя бы вы у нас сегодня не проеду. Нет, ну подожди, подожди. Ну, сразу давайте начнем с темы дня, а потом уже перейдем к тем самым инструментам, которые могут помочь любому справиться с непростой ситуацией жизненной. Никита, вы обедаете на работе? Да. Вы с собой приносите или куда-то ходите? Когда как, но чаще у офиса покупают люди. А, у вас есть там какая-то столовая, да, что-то такое? Ну, да. Это очень удобно, очень удобно. Правда, можно и с контейнером особо не заморачиваться. Ну что, да ладно, давайте тогда к инструментам. Никита, какую поддержку от кредиторов вот сейчас могут получить люди? Вот простым таким человеческим языком что точно работает? Точно работает, ну вот, как вы сказали, четыре способа. И все они, по большому счету, относятся к одному и тому же. Это так или иначе реструктуризация долга. Реструктуризация, да. Просто она представлена в разных формах. Ну вот какие формы? Страненная, наверное, это непосредственно самая реструктуризация, когда заемщик может обратиться к кредитору и объяснить жизненную ситуацию. Как правило, кредитор всегда идет навстречу и меняет условия обязательств. А как конкретно можно поменять? Вот, например, увеличить срок выплаты кредита, да, или же уменьшить ежемесячный платеж. Что делают банки в этом случае? Банки могут по-разному подойти, и тут главное от банка или кредитора не прятаться и идти на контакт. Вообще, как правило, если заемщик обращается еще до того, как он вступил дату погашения, то банки предлагают в первую очередь просто полагаться договора, когда все условия суммы, процентная ставка остается той же самой, но при этом откладывается в будущее дата самого погашения. А это не кредитные каникулы? Это реструктуризация? Нет, это пролонгация называется. Пролонгация, да? Да. Кредитные каникулы – это немножко другая история. Она действует периодически, и для нее нужен особый указ нашего правительства. По кредитным каникулам наступает подаемщик, обращается к кредитору и просит о льготном периоде кредитования, от 1 до 6 месяцев. Но тут есть несколько условий, и они должны обязательно выполняться, иначе нельзя получить кредитные каникулы. Я слышала, что это вообще почти невозможно. Это правда? Ну, тут очень жесткие требования, при несоблюдении которых чаще всего отказываются. Ну, вот какие условия? Ключевые условия какие должны быть соблюдены, чтобы кредитными каникулами воспользоваться? Ключевое, что доходы заемщика должны упасть минимум на 30% за месяц предшествующей подачи заявки. Ну, это такое весьма жесткое условие. Но на самом деле не хотелось бы, чтобы у доемщиков, вообще у наших людей это условие случалось. Ну, это понятно все. Но мы же понимаем, что жизнь, она порой поповорачивается, да? Очень неожиданная сторона. Бывает-то всякое, конечно. Конечно. Итак, 30% упали доходы. Что еще для кредитных каникул? Еще договор должен быть оформлен до 1 марта 2022 года. То есть после этого, если после этого включен договор, то вообще ни при каких условиях не получится именно на кредитные каникулы рассчитывать. Также заемщик не может находиться на ипотечных каникулах уже в этот момент. То есть тут правило такое, что либо одни каникулы, либо другие. Всех сразу не бывает. И есть еще, на самом деле, ограничения по полной сумме кредита, которая по договору первоначальному указана. И там этот лимит для кредитных каникулы, например, 100 тысяч рублей, для потребительского кредита 300 тысяч, для аккредитования 700 тысяч. И это, ну, тут вот тоже важная оговорка, что это не сумма, которая осталась по договору рассчитаться. То есть клиент уже что-то выплатил, может быть, даже большую часть, у него там осталось 100 тысяч по автокредитованию. Тут это уже не играет роли. Если в первоначальном договоре, скажем, указано 800 по автокредитованию, то он не может рассчитывать также на кредитные каникулы. Понятно. Так, с реструктуризацией с этой самой все понятно, с кредитными каникулами ясно. Что еще? Можно, например, рефинансироваться в другом каком? Можно еще рефинансироваться, да. Тут, как правило, берут просто больший кредит для того, чтобы закрыть уже имеющийся. Тут, да, может возникнуть такая ситуация, что кредитор ваш может не пойти на такие условия, но, как правило, просто прибегают к помощи кого-то еще. И у многих банков есть специальные программы по более выгодным ставкам. Тут можно поинтересоваться просто в интернете, узнавать в банках, какие могут предложить условия. Получается, здесь появляется еще один кредит, но тем самым вы закрываете там другой, а так как этот новый, то там могут быть более выгодные условия, и он точно будет на более отложенное время. Подождите, а у современных кредитов разве могут быть более удачные условия, более приятные в плане процентных ставок, раз сейчас ставка рефинансирования гораздо выше, чем была еще там год назад? Ну, могут быть на самом деле. То есть тут главное найти, ну, если там по крупнейшим банкам даже смотреть, то сейчас, я не знаю, можно называть, нет? Нет, вы назовите просто несколько банков, да, и чтобы мы понимали, что, например, вот в этом, в этом неплохие условия, но главное, чтобы разлучало несколько названий, да? Чтобы несколько названий? Да. Ну, смотрите, у Альфа-банка сейчас, на самом деле, очень хорошие условия вообще по кредитованию относительно других участников. Вы сейчас про потребительский или про ипотечный, про прошлах? Про потребительский, да и про ипотечный, на самом деле. Они в целом очень активно и агрессивно, можно сказать, даже вышли на этот рынок и хотят, видимо, изменить... Ну, давайте на пальцах. Вот сейчас, вот в этом банке, что там по потребительскому кредиту с поставки предлагается? По потребительскому кредиту у них стартует от 15% годовых, но это с учетом страховки. То есть, если вы оформляете кредит со страховкой, то тогда можно рассчитывать от 15%. Естественно, при личном обращении они могут сказать, на самом деле... По факту будет 40%. Ну, возможно. Так, ну, кроме Альфы, кто что еще интересного предлагает? Кроме Альфы, интересные предложения у Кинькова сейчас. У них, по-моему, на самом деле тоже от 15% или 16% можно встретить предложения. Ну, вот это вот коварное от, да, оно, собственно, и смущает, потому что понимаешь... По сравнению, на самом деле, с предложениями в том же Р-банке или ВТБ, где от, даже от 20%. Ну, как бы... Ну, может, там просто честнее указывают. В общем, надо быть очень внимательным, друзья. И вот главное, ключевое, Никита, сориентируйте. Вот эти все истории с рефинансированиями, пролонгациями, да, каникулами отражаются ли как-то непосредственно на кредитной истории человека, и становится ли она хуже? Вот тут главный как раз момент. Если не прятаться от кредитора и на контакт, и пытаться как-то вот это все решать и пользоваться данными инструментами, то негативно оно не скажется. Ну, так это наоборот говорит о своей кредитной состоятельности. Ну, да. То есть это наоборот показывает, что заемщик пытается рассчитываться с прямым обязательством в кредитной истории, конечно, будут отражены все эти факты. Но если сравнивать с ситуацией, ну, с выходом в просрочную задолженность, то это намного лучше будет отражаться. И в будущем, ну, можете быть уверены, что это намного лучше будет выглядеть для того же банка, если в будущем захотите взять, чем если бы это был выход на просрочку. Так что, друзья, любая ситуация, ну, даже очень непростая, она решаема. Главное, не бояться, напрямую обратиться к кредитору, показать свою жизненную ситуацию, принести необходимые документы там от работодателя и прочее, что у вас есть на руках, и совместно, да, выбрать какой-то понятный сценарий, максимально комфортный для обеих сторон. Никита Беушев, руководитель отдела продуктового менеджмента компании «Лаймзайм», нам об этом рассказал. Спасибо. На Радио 54 все свои. Радио 54 в области твоей жизни. Радио 54 в области «Лаймзайм»